В эфире проект 24 вопроса. Меня зовут Андрей Кривошеев. Здравствуйте. Если вы экономите на дипломатах, разоритесь на военных. Народная мудрость за дипломатию и против милитаризма сегодня как никогда актуальна. Беларусь расширяет свои дипломатические устремления и не только в краях далеких, но и на родном континенте. Одно из главных приобретений ушедшего года – Румыния. Дипоотношениям скоро четверть века, а посол официального Бухареста вернулся в Беларусь лишь в 2015-м, спустя 19 лет. С чем связано повышение ранга дипредставительства, какая экономика нужна и важна двум странам, а еще туризм, кино, логистика и немного о геополитике. Вектор – Минск-Бухарест. Об этом сегодня. У нас в студии особый гость – чрезвычайный полномочный посол Румынии в Беларуси Виарел Машану. Здравствуйте, ваше превосходительство. Рад приветствовать вас в студии «Беларусь-24». Наверное, первый ваш визит к нам в программу, надеюсь, далеко не последний. Вообще, странный парадокс. Дипломатические отношения, политические, экономические отношения между народами, между Беларусью и Румынией не прерывались никогда и шли на достаточно хорошем, высоком уровне. Но при этом вы в ранге посла появились в Беларуси только год назад. Мое назначение в качестве посла, то есть повышение уровня представительства, оно выражает желание в Бухаресте, в первую очередь, возобновить на должном уровне политические контакты. Я уверен, что это взаимное желание. И активизировать как можно больше наши отношения. В то же время, я думаю, что это назначение было отражением новых отношений между Евросоюзом и Беларусью. Того движения, которое некоторые называют оттепелью. Потеплением, конечно. Потеплением, открытием. Я думаю, и то, и другое. Конечно же, в Бухаресте, как и в других столицах стран-членов ЕС, по-новому увидели политику официального Минска. Восприняли должным образом и оценили ее новое присутствие на международной арене. И ее вклад в стабильность, в стабилизацию этого региона. В стабилизацию, в безопасность этого региона. Это было оценено. И как результат, вот такое решение. Я очень рад, что в скором будущем Республика Беларусь будет представлена в Румынии тоже на уровне посла. Господин посол, а вот вы приехали. Вы начинали с чистого листа? Или все, что было наработано за эти два десятилетия, вы подхватили? Нет, я не начинал, естественно, с нуля, потому что здесь все-таки все время были посольства, хоть и на уровне поверенного в делах, но они работали. И когда мне назначали, у меня был мандат развивать на всех направлениях отношения. В первую очередь экономически, но не только и политически, и в культурном плане. Это чувствуется. В Бухаресте ожидают активизации нашей работы. Ожидают, что мы будем больше контактировать здесь, что мы будем способствовать налаживанию связей на всех уровнях. И я думаю, что первые результаты уже наметились. У нас очень хороший политический диалог. Пока он сосредоточен на уровне МИДов двух стран. У нас прошли за последний, наверное, год-полтора серии очень хороших консультаций на уровне управления. Я так понимаю, дипломатия готовит почву для встречи на более высоком уровне? Это всегда цель, конечно. Например, мы желаем, чтобы наши отношения и на парламентском уровне, и на правительственном уровне развивались как можно быстрее и эффективнее, чтобы был эффект от этих встреч. Прошла встреча министров иностранных дел. То есть и в культурном плане уже есть какие-то, набирают обороты наше сотрудничество. В экономическом плане есть наработки. Да, я очень рад, что совсем недавно прошла в Минске межправкомиссия. Это было 11 мая. Важно то, что вместе с межправкомиссией прошел и бизнес-форум. Наши предприниматели приехали в Минск, здесь встретились со своими коллегами, и мы обсудили конкретные вопросы по тому, что можно сделать сообща, какие есть ниши. Это очень важно. Что ваше происходительство самое интересное? Или как журналисты любят такой же огонь вкусное в экономике? Это и в области переработки сельскохозяйственной продукции. Это и в области фармацептики. Это и в области транспорта. Это машиностроение. Например, в Румынии существует завод, где собирают трактора «Беларусь», и на них ставят специальное устройство для лесной промышленности. Есть и другие примеры такого сотрудничества. Но это все нужно ускорять, потому что нужно быть откровенными. За последние несколько лет наш товарооборот упал. Это не всегда наша вина. Я имею в виду Беларусь и Румыния. Абсолютно. Влияние мирового кризиса. Наверное, пик товарооборота пришелся на 2008 год. То есть последний до кризиса. Потом был большой кризис. В Румынии существует определенная инерция в мышлении. Вот у них есть бизнес-план. Он завязан в 75% на Евросоюз. Продают и хорошо. Не хотят… Снизилась немножко прибыль, да и ладно. Потерпим, подождем. Но не хотят как-то думать на будущее и находить какие-то возможности для расширения, для диверсификации. Очень вот сейчас и в Беларуси это можно. Поверьте, это и у нас та же самая проблема и президенту, и послам, кстати, нашим дипломатам за границей. Приходится подталкивать наш бизнес, идти в страну. Согласен. Согласен. А у вас, кстати, хватает рычагов толкать бизнес? Все-таки частные большие компании. Это непросто. Это непросто, потому что часть бизнеса, ну, большинство, 95% это уже не государство. Конечно, частные. Если говорить о белорусских предпринимателях, они могут использовать Румынию как плацдар для этого направления на юге Европейского Союза. И я вам скажу, опять же, пример. Белорусский предприниматель инвестировал на юге Румынии, на берегу Дуная, красивая местность очень. Винодельческое предприятие. Они изготавливают отличные вины, которые, кстати, поставляют румынской королевской семье. Мы хоть и республикам. Я понимаю традиции. Мы очень рады этому. И они, кстати, есть и на рынке, и Беларусь. Это пока, к сожалению, единственное румынское вино, которое здесь можно найти. И они уже пользуются возможностями привлечения европейских фондов бесплатно. И развиваются уже и в зеленой энергетике, и в сельском хозяйстве, и в минеральных водах. В общем, мы только приветствуем такие примеры и надеемся, что их количество будет расти. Ваше председательство, а Вы так уже несколько раз подбирались к этой теме влияния жуткого, на мой взгляд, украинского кризиса на политику в нашей Центральной Восточной Европе. Скажите, вот этот кризис, многие аналитики об этом говорят, похоронил сближение двух интеграций экономических. Так говорят некоторые аналитики-пессимисты Евразийского союза, с одной стороны, куда входит и Беларусь, с другой стороны, Европейского союза, огромного рынка технологического, куда входит Румыния. Перспективы, на Ваш взгляд, есть сближение этих союзов? Наш президент заявлял позицию, она неизменна, если не ошибаюсь, с 2005 года, интеграция и интеграция. Возможно она сейчас? Или действительно Украина все перечеркнула? Я не думаю, что все перечеркнуто. Все зависит от желания двух сторон отойти от конфронтационной линии и от желания двух сторон не соревноваться в санкционных каких-то войнах. Руководство Беларуси здесь приняло очень мудрое решение не присоединяться к инициативе санкционирования, например, сельскохозяйственной продукции Европейского союза на этом пространстве, Евразийского экономического союза. Хотя Вы лучше другие знаете, сколько нам это стоило? Нервов, политикам особенно. Ну, это политика. Но отставим национальных интересов. Абсолютно. Но это очень мудрое решение, и оно дает Беларуси совершенно другие возможности. Вот, опять же, очень сейчас модно говорить о площадке. Да, она в самом деле площадка, на которой не только политические и миротворческие инициативы могут происходить. Экономические интересы здесь могут переплетаться. Вот эта модерация, эта уравновешенная позиция, этот нейтралитет, он дает преимущество Беларуси. Но в то же время это показывает, как эти два сообщества могут сотрудничать, какой у них потенциал. Естественно, будущее покажет. Была красивая идея. Большая Европа. Большая Европа от Лиссабона до Владивостока. Никто ее не отбрасывает. Есть сегодня определенное напряжение, все мы знаем, между Западом и Россией, связанное с определенными конкретными первопричинами. Когда эти первопричины исчезнут, когда это напряжение исчезнет, тогда можно будет говорить о полномасштабном сотрудничестве и в этой области. Кстати, напряжение выливается и в том числе, уж извините, задам этот вопрос напрямую, в том числе и в том, что в Европе появляется все больше и больше оружия. А и румынский народ, и белорусский народ в своей трагической истории знают, что чем больше оружия, тем больше риска сорваться уже к прямой военной конфронтации. Не так давно появилась информация о том, что в Румынии все-таки будут установлены элементы американской системы противоракетной обороны. И в Минске и в Москве это восприняли достаточно критично. Потому что это дополнительное оружие, это дополнительная военная инфраструктура. Беларусь есть, что бояться, на ваш взгляд? Я бы сказал так. Вот это напряжение, которое вызвано размещением в Румынии базы противоракетной обороны, которое, кстати, в очень скором времени перейдет под команду НАТО и станет частью противоракетной обороны всего евроатлантического сообщества. Это напряжение вызвано недоверием между двумя странами. С самого начала строительства этой базы несколько лет назад и мы, и наши американские партнеры заявляли неоднократно, что база является ответом на существующие риски, которые происходят извне евроатлантического пространства. существующие риски, связанные с развитием сил и средств баллистического оружия. И когда мы говорим экстраатлантического пространства, мы, естественно, думаем об Иране, о Северной Корее. Установка этих ракет-перехватчиков в Румынии, их, кстати, немного, их всего 24, преследует исключительно оборонительной цель. И цели эти для законной самообороны всего евроатлантического пространства. Это четко отрежено и в договоре, который Румыния подписывала США по этому вопросу. И этот договор полностью соответствует Харте ООН и другим международным обязательствам, которые обе страны взяли на себя. Ракеты-перехватчики не являются носителями ядерного вооружения. Мы об этом неоднократно знаем. Но эксперты говорят, что могут потенциально. Договор запрещает менять их направление, скажем, или начинку. В договоре об этом сказано абсолютно четко. Кстати, договор запрещает не только ядерное оружие на них устанавливать, но и любую другую наступательную начинку. В них, кстати, кроме радиоэлектроники, другой начинки и быть не может, потому что они действуют на основании кинетической энергии. Они сбивают ракеты кинетической энергии, то есть путем удара, жесткого удара от друга. То есть ваше предходительство. Вы же понимаете нашу беспокойность. Беларусь – союзник России, ближайший союзник России. У нас есть военно-политическое объединение, договор коллективной безопасности. И мы всегда нервничаем, когда рядом с нашими границами, рядом с нашим пространством появляется дополнительная военная инфраструктура. Вопрос только в этом. Никто не оспаривает право Румынии защищаться так, как они считают нужным. Я знаю, что в Москве считается, что установление этой базы является нарушением договора по ядерным вооружениям средней дальности. Да и договор о средних и малых ракетах. Но этот договор относится к ракетам, направленные на наземные цели. Ракеты в Румынии направлены на цели воздушные. Главное, чтобы они не были направлены на Беларусь. Они не направлены на Беларусь, они не направлены на Россию. И я со всей ответственностью это хочу сказать. Они не направлены на Россию. И чисто по физическим и географическим своим характеристикам они не могут быть направлены. Они не могут перехватывать современные российские баллистические межконтинентальные ракеты. И Российская Федерация потом знает. Предложения НАТО о сотрудничестве в этой области были отброшены российской стороной. И, кстати сказать, сотрудничество было приостановлено в этой теме между НАТО и Российской Федерацией еще в октябре 2013 года. То есть до разрыва или до приостановления НАТО практического сотрудничества с Россией в этой области. Мы надеемся, что наши доводы, что наши объяснения позволят в будущем это напряжение снять с двусторонней повестки. Очень хотелось бы надеяться, что это произойдет намного быстрее, чем просто скоро. Все ждут разрядки. Это как 70-е, 80-е годы. Все ждали ядерного разоружения. Но вы знаете, опять же, и первопричину этого охлаждения между Западом и Россией. А, кстати, как в Румынии позицию Беларуси воспринимается с точки зрения безопасности, но уже не такой политико-континентальной, а прикладной. Это наркотрафик, торговля людьми, что, кстати, для Беларуси и Румынии весьма актуально. Естественно, в Румынии все внимательно следят за вот этими нетрадиционными рисками и наркотрафиком. Тем более миграционный кризис. И миграционный кризис. Естественно, он является на повестке дня всего Европейского Союза. Вы знаете, что они приходят недели, чтобы не принимались решения и не было консультаций по этому вопросу. И не делались какие-то практические шаги в этом направлении. И наше сотрудничество и с Турцией, и с другими государствами. То есть это является одной из важных составляющих повестки дня в Брюсселе и в столицах стран-членов. Вот у нас здесь, в Беларуси, складывается такое впечатление, особенно когда мы смотрим Евроньюз, что Европа опять обрастает такими заборами в связи с миграционным кризисом. В Румынии как на это смотрят? Вы видите, в этой гуще событий. Ну, мы... Все защищаются там Австрия, Греция, Италия. Мы не строим заборы. Слава Богу. Мы следим внимательно за потоками, которые были. Ну, сейчас они... Я видел цифры. Сейчас упал поток, например, на 1,90% после того, как вот этот балканский коридор был закрыт. Мы понимаем, что к нему нужно готовиться. То есть у нас есть определенные шаги, если это случится, чтобы принимать беженцев. У нас есть договоренность в Евросоюзе по принятию определенной... Каждая страна имеет свою квоту. Несколько тысяч беженцев будут приняты на территорию Румынии. Мы к этому готовимся. Пока через Румынию этот поток не проходит. Давайте к более приятным темам. Туризм. Туризм – это исконное румынское, наверное, все. И белорусы безумно любят Румынию. Тем более сейчас, когда есть напряженность на таких, ну, что ли, популярных курортных направлениях. Там Турция, Египет. Вот неспокойно в Северной Африке, куда тоже, кстати, многие в Беларуси ехали. Сейчас белорусы активно присматриваются к Румынии. Что Румыния может предложить белорусским туристам? Вот уже сезон начался. Ну, я бы сказал так. Сезон начался. Сейчас курортный, вот на море ехать. Но кроме моря есть еще много других вещей, которые… Рядом с морем есть Дельта-Дуная. Это уникальное место. Огромной площади. Прекрасная природно-климатическая зона, очень комфортная для здоровья человека. И с огромным количеством, разнообразием флора и фауны. И в Дельджи можно ехать, наверное, полгода. Потому что зимой, конечно, холодновато, но с весны до поздней осени – это очень красиво. Есть горы. У нас отличные горнолыжные курорты. Есть бальнеоклиматические санатории. У нас отличные минеральные воды. И не только минеральные. Есть Трансильвания с вековыми замками. Это же просто вампирская сага, культивируемая Голливудом. Ну, вы знаете, естественно, про графа Влад Цепеша. Это исторический персонаж в 15 веке. Это был… Очень трагическая судьба. Трагическая судьба. Но, наверное, это было… Это во всей Европе, во всем мире такие были времена. Жестокий руководитель, но который достиг хороших результатов. Вот эти средневековые замки и города, и бесподобные места в уездах в Марамурише. Буковина. В Буковине большое количество монастырей. Увидеть есть что? Расстояние небольшое. А прямые рейсы есть? Прямые рейсы, к сожалению, есть только летом. Вот чартеры на море. Регулярных вообще нет? Регулярных нет. И вот это еще одно… Может быть, это задание вам? Это еще одно задание для двух посольств. Культура. Ну, еще одна сфера, где все прекрасно в последние, наверное, десятилетия. Я не припомню ни одного крупного кинофестиваля, где бы не было представлено румынское кино. Как румынскому кино удалось выстрелить? Причем это ведь кино уникальное по своей, ну что ли, по передаче жизни простого человека. Часто этого простого человека ваши кинематографисты сталкивают с большой системой. Часто это трагическое кино. Но оно смотрится на одном дыхании. Канны здесь наши фестивали. Вот эта новая волна кино, румынского кино, но она появилась не сразу. Сначала пошли короткометражные фильмы, потому что их было проще делать, быстрее, дешевле. А потом уже появились большие фильмы, причем в большом количестве. Метод, причем, да, фантастический. Это школа такого суперреализма, которая очень хорошо воспринимается зрителям и кинокритиками, потому что она реальна. Она очень дружелюбна со зрителем, она не навязывает темы, она показывает реальность. Это смотрит, и это получает призы, и мы рады этому. Но у нас есть проект более широкого плана. На листопаде, может быть, в этом году, мы попытаемся сделать ретроспективу румынского кино. Румынское кино такого высокого уровня, оно имеет свои корни в 60-е годы. Мы попытаемся принести какие-то старые фильмы, чтобы люди поняли, что белорусская публика увидела связь между тем румынским кино, которое поставило основу, и вот этой новой волной. Поэтому она называется «Новая волна румынского кино». То есть, может быть, если удастся, пригласим... Может, совместный проект? Этот проект у нас совсем недавно был, но не в области кино, в области музыки. В Минске на Международный день джаза в апреле мы организовали большой концерт. Проект назывался «Джаз Экуменика». Румынский композитор и виртуоз исполнения на фортепиано Флорин Радукану приезжал сюда вместе с солисткой на панфлейте Далилой Чернотецкой. Они выступали на сцене Белгосфилармонии вместе с большим симфонистским оркестром под руководством маэстро Анисимова. Это очень интересно создавать, это очень трудно, но и очень интересно. И это вот создает те мосты между людьми. По которому, возможно, пройдется и экономика, и бизнес, и дипломатия. Обязательно, они открывают все. Ваше превосходительство, самый последний вопрос, у нас совсем немножко времени остается, к сожалению. Перспективы ваших отношений. Понятно, что вы прибыли в Беларусь, освоили здесь. У вас множество планов, заданий от вашего Министерства на странах дел, от народа, я уверен. Что будет в белорусско-румынских отношениях, если можно так заглянуть, через годик, через два? Я думаю, будет больше сотрудничества, будет больше понимания. Будет больше результатов во всех областях. Бизнесмены будут зарабатывать больше денег. Культурные деятельные будут сотрудничать в совместных проектах. Туристы будут чаще ездить друг к другу. Белорусов в Румынию, румынов в Беларуси. Дипломаты будут больше доверять друг другу. Я думаю, и сейчас уровень доверия между румынскими и белорусскими дипломатами высокий. И он всегда есть возможность для роста. Вот, коротко, чего ожидали. Как сказали бы и в Румынии, и в Беларуси, дай бог. Спасибо, не лезь туда, где кипит чужой горшок. Так гласит старинная румынская пословица. Что-то вроде нашего. В чужой монастырь, да со своим уставом, не ходят. То есть по менталитету наши народы весьма похожи. И, как мы выяснили сегодня, сближает нас не только менталитет. Вы смотрели проект 24 вопроса. Оставайтесь на Беларусь24 и увидимся.